Вся эта местность напоминает нам о пустыне, в которой 40 дней и 40 ночей постился Господь Каранталь. Это и есть гора сорокодневного искушения. Благовествование от Матфея, 4 глава. «Тогда Иисус был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взолкал, и приступил к нему искуситель, и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И камни на склонах гор напоминают те самые камни, из которых дьявол предлагал изготовить хлеба. Место крещения на реке Иордан Вифавара или Бейтавара. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн, Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот голос с небес говорящий, «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». По преданию, именно в этом месте сыны Израилевы перешли реку Иордан в землю обетованную, и этому месту стало быть суждено и местом крещения. Долгие годы это святое для всех христиан место было закрыто для посещения. Сегодня любой желающий может окунуться в священные воды реки Иордан. Почему мы приезжаем на эту святую землю? Вопросу, наверное, такого не должно даже и стоять, потому что мы христиане, мы едем к нашему Богу, к Иисусу Христу. Монастырь преподобного Герасима был основан в 455 году от Рождества Христова. Преподобный Абва Герасим появляется здесь, в Иудейской пустыне, рядом с местом крещения. По преданию, в этом месте останавливалось святое семейство по пути бегства в Египет. И Богородица дала свое молоко ребенку сыну разбойника. Это был тот самый разбойник, который на кресте, будучи рядом с Иисусом, не проклинал Иисуса, а наоборот, проявил к нему благосклонность. И Иисус сказал истинно, говорю, ныне ты будешь со мной в Царстве Небесном. Местные крестьяне приходят в этот храм молиться о здоровье своих детей. Более того, здесь находится достаточно редкая икона, изображение Господа, скорбящего о нерожденных детях. Икона, которая помогает преодолеть такой грех, как аборт. В V веке от Рождества Христова здесь, в этой же пещере, подвязаются монахи из местечка Хазива. И так начинается история монастыря Георгия Хазивита. Святой Георгий Хазивит становится настоятелем этого монастыря. И после разрушения монастыря персами в 614 году он восстанавливает этот монастырь. Фаранская обитель была одной из самых значительных на святой земле. Не менее тысячи монахов подвязались здесь и жили вот в этих небольших пещерных кельях. С 1997 года в монастыре находятся русские монахи. И поскольку этот участок еще в 70-е годы 19 века был выкуплен архимандритом Антонином Капустиным, начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, то и по сей день монастырь принадлежит русской православной церкви. В этой пещере был чудесным образом спасен Харитон. И после спасения, после того, как он обосновался здесь, в этой пещере, появился скальный храм. Слава Богу! Все слава Богу! Ну все, храни вас Господь! С Богом! Ангела-хранителя! Субтитры создавал DimaTorzok